Президент Казахстана Касым Жамар Такаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции рассказал о планах строительства завода по производству российской вакцины против коронавируса нового типа. Мною достигнута договоренность с президентом России о строительстве завода по производству российской вакцины. Правительство уже приступило к переговорам о привлечении инвестиций в этот нужный проект, заявил Такаев. Такаев также сказал, что важнейшей задачей правительства будет запуск в производство отечественной вакцины. Он заявил, что для этого предстоит упростить порядок временной регистрации и завершить строительство завода для опытно-промышленного и промышленного производства вакцины. Ранее в Минздраве сообщали о готовности работать с компаниями Pfizer и BioNTech, которые накануне заявили, что их вакцина против COVID-19 показала эффективность более 90% в третьей фазе испытаний, 12 ноября некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщили, что главы Казахстана и России обсудили совместное производство вакцины от COVID-19. Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подтвердил журналистам обсуждение данного вопроса президентами двух стран и добавил, что этот вопрос сейчас на стадии проработки. В августе президент Казахстана Касым Жамар Такаев заявлял, что к началу осени в Россию направит делегацию для переговоров по закупке российской вакцины. Это вызвало вопросы в обществе. После Минздрав выступил с заверениями, что Казахстан не планирует закупать препарат до завершения всех испытаний. Тем не менее в конце августа стало известно, что Казахстан подписал соглашение о взаимопонимании с Россией о выделении Нур-Султану российской вакцины от коронавируса, финальные испытания которой пока не завершены. Мировое медицинское сообщество, в том числе Всемирная организация здравоохранения, выразила обеспокоенность в связи с регистрацией российской вакцины, которая не прошла все необходимые стадии испытаний. По данным Казахстанского Минздрава, на сегодня в мире разрабатывается уже известных и подтвержденных 198 вакцин кандидатов и по 42 вакцинам проводятся клинические исследования на людях. Редактор субтитров А.Семкин